13 лет минуло со дня принятия устава Ульяновской области. В праздничный день прошло открытое заседание базовой кафедры основ российского парламентаризма Ульяновского госуниверситета при законодательном собрании. Это первая подобная кафедра в стране. Свою работу она начала только в прошлом году, но уже успела зарекомендовать себя. В заседании принял участие глава области. 19 мая 2005 года мы тогда тоже все с участием, в том числе и населения, потому что были достаточно большие публичные слушания, были достаточно большие публичные обсуждения, сформировали нашу региональную конституцию, которая сегодня заложила полную, очень крепкую основу для того, чтобы представительная демократия, которая сегодня является основополагающей. Развитие гражданского общества продолжается, и заседание кафедры, как и ее существование, явное тому подтверждение. Основным вопросом повестки дня стало выполнение указа президента России Владимира Путина, подписанного 7 мая. Документ ставит стратегические цели развития страны до 2024 года. Будут предложения, высказанные нашими докторами наук, кандидатами о развитии, какие необходимы нормативные акты принять, что необходимо сделать для того, чтобы указ заработал, так как он еще есть, а нормативной базы к нему нет. На заседании кафедры был высказан несколько десятков различных предложений. Они касались экономики, социальной сферы, экологии, демографии. Всего 12 направлений называлось в качестве приоритетных в майском указе президента. Все они должны быть продублированы на региональном уровне. Мы предлагаем создать определенную дирекцию, так скажем, руководителей вот этих региональных программ, которые бы, ну, как бы, не просто там обсуждали друг с другом, но чтобы у нас получался в конечном счете, ну, как бы, синергетический эффект, чтобы не каждый сам по себе реализовал вот эти вот инициативы, все-таки обсуждали вместе их. Предложения поступали не только от ведущих ученых области, но и от тех, кто делает первые шаги в науке. Представители молодежи есть конкретные предложения, например, у меня создание, например, у нас в Ульяновской области экологической карты интерактивной, которая позволит нам систематизировать и узнать насущную проблему. Все предложения после заседания были собраны и скомпонованы. В дальнейшем их отправят губернатору и правительству Ульяновской области, чтобы их можно было оформить в качестве нормативно-правовых документов. Егор Цитов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.